Здравствуйте! Евгений Николаевич Пискарев помогает мне отвечать на самые сложные и каверзные вопросы. Я смотрела ваше видео вопрос на тему девственность зрелых, но там не нашлось всего того, о чем я хочу спросить. Дело в том, что мне 20 лет и я пока не живу половой жизнью. У меня есть парень, с которым я думаю, я останусь навсегда. Я очень бы хотела именно с ним познать все прелести секса, но мое воспитание всегда было направлено на то, что нужно ждать свадьбы, что ни девственниц не берут замуж и все такое. Во мне засел этот страх, и я просто не могу переступить через него и начать половой жизнь, хотя желание безусловно есть. Скажите, какие минусы и плюсы воздержания в таком случае с медицинской точки зрения? Поскольку со мной рядом психолог, мы сейчас вам осветим все точки зрения. Но я хочу сказать, причем медицинская точка зрения. Страх есть. Страх, остаться одной из страхов, что они не возьмут замуж, и стереотипы поведения, которые тоже могут иметь свою ценность. И все, о чем наша корреспондентка написала вам, я могу сказать, что нам, то эту тему лучше обсудить с этим парнем. Так и сказать ему можно, например, что я хотела бы остаться с тобой навсегда и познать радости всех с тобой, но вот у меня такое воспитание. Как быть? Я боюсь, что ты меня потом не возьмешь замуж. Поэтому нет, он ей, конечно, скажет, возьму-возьму, только дай. Но это не так. Надо не так. Надо сказать, вот правильно сказали. У меня такое воспитание. Я хочу остаться с тобой навсегда, но у меня такое воспитание, что я могу вступить в сексуальные отношения только после свадьбы. А что мешает, кстати, в свадьбе? Конечно, конечно. И пауза. А дальше он принимает, а дальше получается у него выбор. Либо свадьба, либо, значит, потерпеть пока так, поцеловаться, походить за ручки, подержаться. Есть какие-то суррогатные формы. Ну, возможно, они их и практикуют. Сейчас в основном молодежь в этом преуспевает. Какие минусы и плюсы воздержания? Да. Ну, минусы и плюсы. Плюсы воздержания какие? Вы не заразитесь инфекцией, передаваемой половым путем, и не получите нежелательную беременность. Потому что парень, может, очень хороший. И, может быть, вы давно уже в отношениях. Может быть, вы его действительно любите и верите, что он вас любит. Но, поверьте, жизнь такая штука. Никогда не узнаешь человека, даже когда путь соли с ним. Съешь 20 лет в браке, проживешь, и то иногда бывают сюрпризы. Вот. Неизвестно, чем ваше отношение закончится. Поэтому, как все обернется. Поэтому вот плюс воздержания в том, что вы храните себя чистой, безусловно, есть. Минусов воздержания в этом случае нет никаких. То есть вы не теряете ничего. С точки зрения психологического, вот, Евгений Николаевич, сейчас спросим. Важно понять, тут опять где-то нарушена коммуникация. Хочет замуж. Мы же опять не знаем контекцию проблем. Хочет. Быть человеком. Рассказать своего рода объяснение в любви. Человек открывается. И если она готовится к семейной жизни, то это одна из тем, которые очень важно... Которую надо обсуждать в самом начале. Опять, это можно обсуждать. Важно научиться обсуждать. Потому что семья – это когда люди вместе принимают решения по поводу важных жизненных проблем. Теперь по поводу, значит, секса до брака. Вообще, я хотел сказать, что стопроцентных методов контрацепции не существует. Не существует, да. Как бы люди не хотели, а индекс первый все равно имеет значимые какие-то показатели. Да, даже не равен контрацепции. Да. Так что... Ну, это вы, вот, вы знаете, опять говорили про медицинскую сторону. А вот про, так сказать, душу. А про душу важно искать контакт и принять решение, которое было бы одобрено женихом. Я, наверное, его могу так назвать. И может быть даже родителям. Вот, сказать, такая у нас ситуация. Я, сказать своим, я очень хочу быть с ним. Я связываю с ним свою жизнь. Мы же не знаем, почему он в речь о саде-то не идет. Кстати, ребят, да, вот это достаточно действительно позитивное письмо. Я здесь не вижу никакого противоречия, действительно агрессии какой-то. Просто, может быть, вам стоит поговорить действительно с вашим женихом. И у вас будет и свадьба, и секс, и все в одном флаконе. Вот. И мы всем желаем... И мы можем пожелать вам счастья. Да, и можем вам пожелать счастья. И можем пожелать всем таких безоблачных отношений, когда вот есть только одна проблема, которая решается свадьбой, которая скоро у вас будет, а потом случится секс. И вы познайте все прелести плотской любви. Вот. Ну, что, желаем вам счастья. А сейчас пока. Всего хорошего.